Ну а следующий выступающий у нас Элина Гарёва, тоже юрист, адвокат, человек, который имеет самое непосредственное отношение к обсуждаемой теме представителя революционного пульса МОЛО. Здравствуйте, я приветствую митингующих и свое выступление я хотела бы начать, во-первых, со статистики. Известно, что за 2016 год среди осужденных можно выделить такое число, как свыше 12 тысяч. В числе оправданных граждан в Санкт-Петербурге непосредственно, оправданных составляло всего 19 человек. Официальная статистика говорит о том, что сейчас, как уже говорил Кирилл, оправдательных приговоров всего по России 0,4. Можно эту цифру сравнить, допустим, с тем же 37-м годом, который якобы называют самым кровавым и репрессивным. В тот год оправдательные приговоры составляли 11%. Тогда возникает вопрос, какие именно годы можно назвать репрессивными. Это при условии, что сегодня отсутствует смертная казнь. Несомненно, сегодняшняя действительность показывает, что судебная система находится в глубоком кризисе. И независимость судебной власти осталась в истории так же, как и Советский Союз. Конечно, эта проблема состоит не только в том, что судей надо выбирать. Действительно, это так. Также проблема судебной власти еще заключается в повальном обвинительном уклоне. В том, что органы судейского сообщества сращиваются с правоохранительными органами. В том, что, ведя уголовные дела, я сталкиваюсь с произволом как и следственных органов, как и судебных органов, которые, неважно, виновным человеком, невиновным человеком, их задача осудить человека, посадить. Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации и в законе о статусе судей 1992 года также указано о том, что судебная власть у нас является независимой. Но, как я вижу, решение этих проблем, во-первых, действительно, в практическом ключе, не только в формальном, который указан в УПК и в других нормативно-правовых актах, которые касаются этих отношений, не только с формальной точки зрения разграничивать органы судебной власти, органы так называемой исполнительной власти, если это можно так назвать. Кроме того, решением данной проблемы будут и предоставления стороне защиты ряда прав, которых она сегодня, к сожалению, решена. Единственный непререкаемый способ защиты – это статья 51 Конституции, то есть полный отказ от дачи показаний на стадии предварительного расследования. Эта методика пока еще себя оправдала, и пока еще к ней нареканий пока нет. И еще один способ, который позволит демократизировать нынешнюю правовую систему – это введение суда присяжных на все категории судов, вплоть даже на гражданские процессы. О гражданских процессах тоже можно сказать отдельно, но я не буду занимать времени. По различным категориям гражданских дел также судьи показывают себя с той стороны, что действительно судьи, во-первых, лучше выбирать, а во-вторых, лучше, чтобы судьями были простые граждане, составив сюда присяжных. Вот это действительно демократическая процедура, за которую, я думаю, стоит побороться, о которой и Энгельс говорил в положительном ключе в своей работе антидюрем, сравнивая, допустим, немецкую систему и французскую систему. И заканчивая свое выступление, также хочу поблагодарить организаторов митинга, действительно тема актуальна, и пожелать успехов в борьбе за те идеи, которые она продвигает. Большое спасибо!